Как мы видели, существуют различные функции в лидерской команде. И мы должны всегда помнить, что это должна быть всегда команда. И иногда бывает чувство, что нужно всех по отдельности использовать, разделить всех. С одной стороны, это так и бывает. Но здесь мы говорим о лидерстве. И всегда, когда я читаю Писание, всегда говорится о лидерстве. Это означает, что не только один человек принимает участие. И как мы видели, что множество людей, множество служений формирует это лидерство общины. Это нужно очень ясно понимать. И также, затем нужно научиться, как это все вместе совмещать. Как это все вместе функционировало, оценить друг друга. И также поддерживать и помогать друг другу. Лидерство — это не соревнование. Лидерство должно быть единство всего вместе. Только тогда оно будет сильным. Как пророки говорят, веревка, скрученная втрое, она крепкая. А если из веревки забрать одну какую-то нить, одну какую-то часть из трех, то потом можно будет легче ее порвать. Если вы посмотрите, как делают канаты, и сколько там ниточек, и насколько они вообще крепкие, эти канаты. И в нашем случае мы видим эти пять ниточек, которые составляют один канат, и которые смогут направлять и вести. Поэтому всегда помните это, что лидеры должны взаимодействовать в команде. И очень легко, чтобы вошел дух соревнования. Но это от врага, это не от Бога. Бог сказал, что тело едино, и оно должно вместе функционироваться. Мы подходим сейчас к евангелистам. Как вы помните, все эти служения направлены на служение кому-то. Для того, чтобы служить друг другу. И кроме всего этого, служить церкви. Мы видим различные примеры евангелистов из Писания. Это Филипп, Тимофей, Тит. И мы можем видеть, что все эти люди, можно сказать, были евангелистами. В Деянии 21, 8. Там говорится, на следующий день мы ушли и пришли в Цесарию. Где мы пошли в дом Филиппа, проклятор хорошего нового, или евангелиста. Пришли в Цесарию и вшли в дом Филиппа, Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. Он один из семи, и они остались у него. Я думаю, что каждый из этих семи диаконов, у них различные дарования проявлялись. Просто различные переводы мы видим, и различные вопросы могут возникнуть. Также 2 Тимофея 4, 5. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби. Совершай дело Благовестника. Исполняй служение Твое. И основная функция этих мужей была в том, чтобы благовествовать, провозглашать Благову весть. И это следует помнить. Это их основная функция. Это достигать других. Также верю, что это тот дар, который вы получаете от Бога. Я не очень одарен в евангелизме. Для меня очень трудно налаживать контакт с людьми, особенно с незнакомцами. Но у некоторых людей не возникает абсолютно никаких проблем. Я услышал об одном человеке, он, кажется, из Англии. И можно сказать, он идеальный пример евангелиста. Например, утром, когда он идет на работу, он идет на автобусную остановку, и начнет говорить с человеком рядом стоящим. Например, он начнет с того, какой автобус ты ждешь? Тот ему скажет, какой автобус тот ждет. А потом он задаст такой вопрос, ожидаешь ли ты Иисуса? И он сразу же, внезапно, переходит к провозглашению Благой Вести. И у него такие очень необычные идеи, что благовествовать можно абсолютно везде. Или пойдет он сейчас с своей семьей в Макдональдс, и когда они его кушают уже, он берет свою ложку, он постучит по столу, все глянутся, он встанет, он говорит, у вас есть пару минут? У меня очень важная вещь для вас. И в пять минут он поповедает Евангелие. И что удивительно, многие люди приходят к нему и спрашивают, объяснить больше. Это его дар, это его природа такая. Поэтому он так делает. Поэтому вот так можно узнать, если кто-то является евангелистом. Это так естественно для него. И не нужно себя заставлять. Однако это не значит, что мы не можем идти, и какое-то поручение было дано всем говорить о Евангелии. Однако в общине существуют те, которые особенно одарены этим. И по определению евангелист, тот, кто провозглашает Евангелие. И греческое слово, которое здесь используется, означает проповедовать, провозглашать. И можем мы найти множество примеров в Писании этому. В Деянии 4 глава мы видим, что в результате гонения ученики должны были уйти из Иерусалима. Там говорится, по мере того, как они шли, то они проповедовали Евангелие везде. И также мы видим, что эти мужи были лидерами, на них были обязанности лидеров. И когда мы читаем о Тимофее и о Филиппе, мы очень ясно видим, что они готовили учеников и начинали новые общины. Либо же они работали уже с существующими общинами, чтобы все привести, все упорядочить. И в Тито, 1 глава, 5 стих, когда Павел вращается к Титу, для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал. Поэтому мы видим, что в начале роста церкви за первые несколько лет евангелисты также другие функции исполняли, функции, которые относятся к лидерству. И в этом случае Павел говорит Титу евангелисту, что тот его оставил на Крите, для упорядочения общин. Также мы видим, что многое чего в лидерской команде мультифункционально. Множество функций. И в то же самое время можем их разделить один от другого в зависимости от конкретных даров. Например, в случае с апостолами и пророками, они также были также в других факторах в связи с лидерством и структурой и в начале конгрегации. И в то же самое мы можем видеть в отношении евангелистов. Когда мы читаем эти послания к Тимофею и к Титу, то становится очень ясно, что они были лидерами в общине. Они упорядочивали, привносили порядок в общину, затем они готовили, учили, как жить в святости. Вот в чем они еще принимали участие. Также они подбирали и обучали новых мужей для того, чтобы те были присоединены рамой и дьяконами. И это что-то необычное, когда евангелисты также являются пасторами. И в общем, если у человека очень сильное евангелизационное служение, то обычно они не очень хороши в пасторской работе. Помню, одну историю рассказали. У нас в церкви есть евангелист. Это же похоже на то, если бы я пошел с ним охотиться в лес. Мы идем в домики, где мы остаемся, там живем. Я, как пастор, это тот пастор по себе, который должен подготавливать дом. Но кто готовит? Да, окей. Вы имеете ситуацию, где один пастор рассказывал о том, что это было как-то быть евангелист в его church. Но пастор и евангелист. Это что вы имеете? Нет. 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 Вы имеете пастор и евангелист. Вы имеете в виду? Да? Пастор рассказывает историю. На что-то похоже, если евангелист в вашей церкви. То есть, есть пастор и евангелист. И пастор говорит, с евангелистом вы едете на охоту. И они идут туда, далеко в лес, в домик. И пастор начинает подготавливать домик. и евангелист идет и ходит себе по лесу. Потом внезапно стук в дверь. И евангелист держит маленького медвежонка. Пастор открывает дверь. И евангелист бросает медвежонка в домик. Затем евангелист закрывает дверь наглуха и говорит, с этого времени теперь ты заботишься об этом медвежонке. Вы поняли идею? И евангелист идет и он привносит в вашу церковь. И обычно начиная с того времени задача пастора заботиться обо всем этом. Это не так плохо. Хотя у меня тоже такое бывало в жизни. кто-то с даром евангелиста приносит всевозможную рыбу. Это можно сказать как можно еще вам пример дать. Вы поймали рыбу, потом ее надо помыть. Чистить. Поэтому функция евангелиста приводить людей. евангелиста работает под комиссию для выполнения того что-то сказано в Тимоте и Титус. Попробуй повторить это опять? Я евангелиста работает с комиссией для выполнения того что-то сказано в Тимоте и Титус. И евангелисты исполняют все то, что какие требования вообще предъявляются к евангелистам в Тимофею и Титус. Поэтому если хотите знать что должен делать евангелист почитайте Титу и Титус. он также будет мотивировать других идти выходить за рамки и это важно для вашей лидерской команды. чтобы постоянно кто-то один или кто-то мог напоминать главной цели общины. И также хорошо помнить что лидерская команда всегда равна. Иногда у нас такая идея возникает в голове что некоторые вещи более важны чем другие. Окей. в лидерской команде задача евангелистов лидерской команде в том чтобы напоминать о главном фокусе главной цели это проповедь плохой вести о Ишуах о Машиахе. И благодаря его дару хорошо чтобы он также обучал других. Я бы хотела еще помнить одну вещь. когда мы читали о функциях лидеров или кто в лидерах или лидерах это эфесянам 4.11 И как Он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями, чтобы снарядить, совершить святых для служения. Я снова хочу сделать акцент на этом, что основная функция лидерской команды, подготавливать и снаряжать. И, возможно, подготовка, теория вообще. Обучение и снаряжение. Снаряжение — это практическая часть. Обучение — теоретическое. И что существует необходимость, нужда в церковной структуре, чтобы была возможность обучаться, учить. Им это возможно делать различными способами, но вы должны знать тот факт, что это нужно делать. Вторая часть — это снаряжение. То есть это дать все необходимые ресурсы для того, чтобы они сделали что-то. Это может быть какое-то оборудование. Допустим, например, то, что я делаю, для меня очень важен мой компьютер. Иначе бы мне нужно было еще один чемодан со всеми бумагами, со всеми моими заметками. Поэтому, если я снаряжен, то в моем случае это компьютер в наши дни. Мне иногда интересно, как апостолы без компьютера справлялись. У них, наверное, была удивительная память. Даже кажется, Тимофею там говорится, что «принеси свитки, которые я там оставил где-то. Где-то». Возможно, можно представить себе такое, что у Павла был отдельный осел для всех его свитков. Мне очень важно видеть, что это одно из заданий лидеров. Вопросы. Это очень кратко, но сегодня я буду краток. Основные ключевые моменты просто вам дам. Окей. Нет вопросов в моменте? У вас будет возможность поздно. Теперь мы перейдем также к пастырям. На этом я немножко дольше задержусь. И я ссяду. И то, что я хочу сделать, то, что Господь просит меня, особенно, когда я говорю о пастырах, о пастухах, я хочу поговорить о наставничестве. Я думаю, что одна из ключевых функций пастуха или пастыря, как вы хотите использовать слово, это наставничество, функция наставничества. И я верю, что это утерянная традиция или утерянное искусство. И сначала давайте поймем, что вообще такое наставничество. Татьяна, скажи мне, что вы понимаете? Ментольный. Ментольный. Папор. Да. Это есть одна хорошая способность формировать это. Это содержит немного более чем это. Но это хорошая способность формировать это. Окей, мы перейдем про это. Я не знаю, что ваша ситуация является вот здесь. Я не знаю, какая ситуация у вас здесь, но в некоторых моментах она хорошая. И у меня такой подзаголовок есть к этой теме. Нужны или, как сказать, требуются отцы и матери. Это как поиск сотрудников, как вакансия такая, типа нужны отцы и матери. Все это имеет дело взаимоотношения. Не знаю, бывало ли с вами такое, но я знаю, что во многих местах такое происходит. Представьте себе христианина, намного более зрелого, который подходит к вам, обнимает вас и говорит вам, я вижу Божий потенциал в тебе. Это существует? Да. Это хорошо. Я думаю, что в многих местах люди бы просто были шокированы, если бы такое с ними произошло. Но я думаю, что существует огромная нужда в наши дни. И я также думаю, что это часть функции пастора. Необходимость в зрелых отцах и матерях, которые бы скармливали нас, были родителями. Как я сказал, я думаю, что это одна из сфер, которая пренебрегаема. Духовное родительство или духовное пастырство. Это даже вопрос терминологии. И почему я использую эту фразу «духовное родительство»? Поскольку я делился этим в тех местах, где это относилось не только к пасторам. Но также меня на конференциях просили говорить на тему наставничества. И поскольку я верю, что мы нуждаемся в двух аспектах в церкви, как в женском, так и в мужском, поэтому я такую терминологию использую «духовное родительство» — женское и мужское. «Духовное родительство» — это не только родить детей. Но растить их такими, что они будут примером Христа как в церкви, так и в мире. И также я верю, что как функция духовного родительства в этом Бог хочет подготовить, растить еще больше людей. И также мы можем увидеть в этом исполнение пророчества обетования Малахия 4.6, где там говорится «обратить сердца отцов к детям» и обратить сердца детей к отцам. Мы страдаем не только в мире из-за недостатка отцов, из-за недостатка матерей. Так много разрушенных семей, так много разводов, разделений. И, к сожалению, это проникает в церковь. Не только в физическом мире, но и в духовном плане, в духовном мире. Так, что мы больше в общинах не знаем, каким образом взращивать детей. И хотя, в принципе, это описание говорит о таких природных семьях, физических семьях, то все-таки это значение, значение это истинное очень глубоко для духовного родительства в церкви. И я думаю, что существует нужда в церквях среди лидеров по крайней мере, в трех типах духовного родительства. Существует основательный, фундаментальный уровень родительства. Когда кто-то приводит к Господу, то, кто приводит его к Богу, на нем лежит определенная ответственность, как духовного родителя. Это только начало. И также пастора, духовные лидеры могут видеть себя в качестве духовных родителей для других лидеров. Можно сказать, примеры того, чтобы быть отцами дьякона или быть отцами-лидером ячеек. И пастора не только ответственны за других лидеров, кто какую-то ответственность несет, но также они в общем ответственны за тех людей, которые принадлежат общине. Также существует, я бы сказал, я бы назвал это апостольское отцовство. И часто они отвечают неотвестственно за несколько церквей. Здоровое духовное отцовство строится на здоровых взаимоотношениях, в благочестивых взаимоотношениях. Для эффективного пасторства нужны взаимоотношения. Когда я говорил ранее о трудностях пастора в его взаимоотношениях между мужчинами в церкви и женщинами в церкви. И в семейной ситуации у вас два родителя. Отец и мать. Это хорошо. Это Бог хотел. И дети учатся от обоих. И это очень важно. И христиане учатся, как расти, когда они берут пример с кого-то и практикуют это. И оба этих элемента должны быть видимы и они должны работать на практике. И также очень важно для женщин, член общины, почувствовать, что они могут приблизиться к пастору. Так же это должно быть на уровне взаимоотношений отца и детей. Некоторые из этих концепций трудны для понимания, потому что мы не привыкли к этому. Но я думаю, что это очень важно, это фундаментально для здорового роста церкви. Поэтому Бог ищет тех, которые захотят это сделать. Я никогда не забуду, когда я стал отцом первый раз. Вероятно, я не был готов. Я был очень молод. У меня не было никакого опыта с детьми. И даже можно сказать, я говорил, Бог может повременить на пару месяцев, потому что я еще не готов. Но это невозможно. Только начался процесс, тогда нужно продолжать. И пришло время, и Лиса родила девочку. Я был очень счастлив. Хотя я всегда хотел иметь сына, но это не разочаровало меня. И это также очень важно. не разочаровывайтесь с тем, что вы получаете в физическом мире, природные дети или же духовные дети. и пришло время роста, наставничества. И долгое время после этого я уже шел с этой девочкой, которая шла вместе со мной и передала ее молодому человеку в качестве жены. Помню, как мои из детья приходили ко мне. Я достаточно старомоден. Я всегда говорил своим дочерям, если вы хотите какого-то мужчину, мужья, то скажите им, что сначала пускай ко мне придут и спросят разрешение. Поэтому эти три молодых парня, наверное, у них коленки подкашивались, пришли и спросили разрешение. И в принципе всем им я сказал одно и то же. Как я чувствовал себя по отношению к моим девочкам? Как я часто говорил, Бог дал мне три жемчужины, за которыми я должен заботиться. И когда мы представляем эту картину, эту идею, как начинается эта жемчужина? Знает кто-то? Маленькая песчинка. И что происходит? Она попадает внутрь ракушки. И это в устрицу попадает, и устрицу это раздражает. И устрица говорит, мне надо что-то сделать в отношении этого раздражения. и начинает обволакивать эту песчинку каким-то веществом, так, чтобы эта песчинка стала гладкой и не раздражала. Это очень хороший пример нас, как родителей, каким родителем мы должны быть. Рождается ребенок, плачет всю ночь, затем мы раздражаемся, и что мы делаем? Нам нужно научиться покрывать это, давать ему, что ему надо. И что в конце концов получается? В конце концов, в устрице находится эта красивая жемчужина. И это было мое понимание, это мое понимание того, что я должен делать как родитель в физическом мире, но также и в духовном. И так же само, как и устрица производит эту жемчужину, то в какой-то момент устрица должна отдать эту жемчужину. И то же самое в отношении наших детей. Перерыв.